Частично нет. Итак, про баланс и про 12. Зачем и почему? Или по-другому, как сформировать с этими продуктами профилактический курс и как эти продукты совместить с питьевыми гелями алоэ вера. А про баланс, как видите на слайде, это такие белые таблетки. Вот спрессованные белые таблеточки, содержащие минералы. А про 12 – это комплекс пробиотиков, который в капсулках. Первое – ЛР-лайфтакт, про баланс. Когда мы говорим про баланс, мы говорим про равновесие. И здесь речь идет о равновесии с разной точки зрения. Первое – кислотно-щелочное равновесие организма. В организме так все устроено, что за одни сутки ведра имеются в виду обычные 10-литровые ведра. Вот такое количество вырабатывается кислот. И буферные системы организма, щелочные минералы, в том числе такие, какие входят в состав пробаланса, перерабатывают вот эти все кислоты. И мы постоянно выдыхаем угольную кислоту, постоянно выдыхаем. И если мы ходим в туалетную комнату, соответственно, кислоты сбрасываются почками. И если мы посерьезнее потренировались, вот, или сделали зарядку, то у нас через кожу тоже выходят кислотные продукты. Вот, то есть наш организм – это такая большая-большая фабрика. Она работает всегда. С другой стороны, баланс, равновесие – это вот просто, ну, такое состояние, когда человеку очень хорошо, комфортно, когда такое хорошее рабочее состояние. Вот, нет безумной эйфории, но нет и уныния. Нормальное, радостное, хорошее такое состояние. И это состояние и эмоциональное, и хорошее состояние органов и систем тоже поддерживают те минералы, которые входят в этот комплекс. Поэтому такое название. Грамотно в справочнике – это комплекс минералов, содержащие неорганические или минеральные и органические хилатные соли, макроэлементов кальция, магния, калия, натрия и микроэлементов меди и молибдена. Значит, то, что мы знаем из обычной жизни, это знают все, что калий поддерживают нервную систему и мышечную систему, магний способствует уменьшению утомляемости и хорошему электролитному балансу, а кальций обеспечивает нормальное функционирование опорно-двигательного аппарата и участвует в процессах обмена. Это вот в общем. Но если посмотреть чуть серьезнее, то минералы, которые входят в состав, а там, кстати, еще есть хром, который я не назвала в предыдущем, да, то мы получим фактически все системы организма, которые включают различные процессы, в которых участвуют эти минералы. Значит, если мы возьмем макроэлементы, это может быть построение непосредственно самой костной ткани, это могут быть нервные импульсы. Если мы берем микроэлементы, то, скорее всего, они служат в качестве катализаторов, входят в состав ферментов, связываются с белками, другими компонентами и в организме находятся в хилатной форме. Посмотрите, получается, пробаланс – это такой минеральный комплекс, который поддерживает функциональную активность костей, зубов, соединительной ткани, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, пищеварительной, кроветворной и мочеполовой. То есть даже если вы хотите, например, помочь сейчас повышенный уровень стресса, это, соответственно, повышенный уровень кислотности у всех, это абсолютно у всех, потому что даже если мы не смотрим телевизор и пытаемся не видеть, допустим, статистику по заболеваемости вирусами, то в любом случае мы видим окружающую действительность, мы не можем выйти спокойно гулять, как нам хочется, а недостаток кислорода – это однозначно повышенная кислотность, это однозначно, то есть она у всех. Какие же неорганические и органические формулы имеют соединение кальция и магния в аптечных препаратах? Какие вообще приняты в фармацевтической промышленности? Вот слева написаны кальциомагниевые препараты в неорганической форме. Это карбонаты, это могут быть оксиды, это могут быть кидрокарбонаты, гидроксокарбонаты, это могут быть фосфаты, гидроксофосфаты, вторгидроксоапатит, вот там внизу написано, и гидроксиды, если это для магния. Это неорганические формы. И разные препараты, наверное, кто-то из вас когда-нибудь отобрел, там аалокс, альмогель, фосфолюгель, возможно, для того, чтобы нейтрализовать избыточную кислотность желудочного сока, мы просто используем эти препараты в лабораторной работе со студентами медицинского университета, для того, чтобы выяснить различную химическую активность таких препаратов. Если касается речь о хилатной форме, посмотрите, справа принципиально написана формула хилатная. Чем она отличается? Во-первых, хилатная молекула или конструкция хилатная, она намного больше пространственна, чем неорганическая. Во-вторых, органическая молекула, она как бы в клешне захватывает центральный атом, образуя с ними пространственные связи, и вот эта вся огромная-огромная структура, которая для примера изображена на слайде, она достаточно прочная. Конечно, когда нам задают вопрос, а в какой форме у вас минералы, а не в форме неорганической или форме органической, то правильный ответ в комбинированной форме. То есть у нас в пробалансе есть комбинация неорганических солей, карбонатов, гидрокарбонатов, хлорида и молибдата и органических солей. Какие органические хилатные формы у нас есть? Это цитраты соли лимонной кислоты и глюконаты соли глюконовой кислоты. Значит, вот, пожалуйста, изображено справа, вот с красными буковками, половинка, половинка хилатной молекулы цитрата магния. Вторая половинка такая же сверху, такая же большая, ну, просто она на слайде не помещается. Вот. Является запатентованным соотношением, какое количество минералов там находится в органической, какое в неорганической форме. Но судя по тому, что пробаланс очень-очень эффективен для нейтрализации кислоты, и это попозже я объясню вам теми химическими опытами, которые я провела на кафедре вместе со своими коллегами, вместе со студентами. Вот. И судя по такой высокой эффективности, процент хилатной формы достаточно высокий. Но нигде на упаковке процент неорганической хилатной формы, еще раз говорю, вы не увидите, это, ну, как бы информация закрытая, и нам она особо не нужна. Что есть на упаковке? На упаковке написано количество миллиграммов кальция, без разницы, в какой она форме, количество миллиграммов магния, калия и других минералов. Это есть. Если мы откроем интернет и введем туда, что такое цитрат кальция или магния, мы увидим, что, во-первых, цитрат кальция или магния – это очень сильные антиоксиданты. Напоминаю, антиоксиданты – это вещества, которые нейтрализуют стресс, нейтрализуют свободные радикалы, являются профилактикой онкологических заболеваний, профилактикой старения. Вот. И когда организм активен, здоров, когда он молод, тогда у него защитные функции при любом раскладе выше. То есть, вот смотрите, нельзя сказать, что вот цитрат магния или кальция убивает бактерии. Ну нет, ну это бред. Но смотрите, какая в организме сложная ситуация. То есть эти вещества самопроизвольно увеличивают защитные функции организма. И в том числе и от вирусов, бактерий и грибков, потому что они влияют опосредованно на иммунитет. Посмотрите, очень бы нам хотелось, очень бы нам хотелось иметь такую форму препарата, который реально имел бы максимальное усвоение. И вот в пробалансе это как раз реализовано. Смотрите, цитрат магния самая безопасная для организма человека форма кальция и магния для принятия внутрь. Дальше. Снижает уровень оксалатов и потому растворяет камни. Обращаю на это внимание. Вот в организме существуют разные виды камней. Одни из них, одни из них в биологической жидкости моча, там три вида камней, и вот одни из них оксалаты. И если у вас вдруг образовались когда-то оксалатные камни, и вы будете принимать пробаланс для того, чтобы улучшить кислотно-щелочной равновесие и свое общее состояние поддержать, то вот та форма хилатная позволяет потихонечку растворить вот эти ненужные отложения камней. Оксалатов, кальция и магния. Но в осадок в основном выпадает оксалат кальция. Дальше. Форма является самой биодоступной и посмотрите, что очень-очень важно. Всасывается в кишечники при любой кислотности желудочного сока. То есть проходит желудочный сок, при любой кислотности оно его проходит внутрь и в кишечнике уже начинает работать. Это очень-очень важно. Значит, и вот выше написано, кальций у нас в основном содержится в костной ткани, в суставной ткани, там его более 90%, далее более 95%. А некоторое количество кальция обязательно содержится в крови. И вот в крови кальций содержится в виде трех форм. Опять же, в виде ионной формы, в виде комплекса с аминокислотой, это вот был предыдущий слайд, там был комплекс с аминокислотами изображен, и в виде цитрата. Так что мы напрямую получаем как бы материал крови, один из трех компонентов материала крови в этом препарате. У меня всегда задают вопрос, сколько таблеток пить за один прием? Вы знаете, сейчас я вам еще раз объясню все опыты, которые мы делали, и чем мы отличаемся от большинства кальциомагниевых препаратов, которые предлагаются в аптеке. Смотрите, мы изучили около 50 различных кальциомагниевых препаратов, все они замечательные, все они хорошие, все они разрешены для продажи в аптеке. Единственное, что большинство препаратов являются чисто кальциевыми или чисто магниевыми. Чисто магниевые препараты замечательные, они решают вопросы в основном сердечно-сосудистой деятельностью, со сном, и это все понятно. Чисто кальциевые препараты тоже хорошие, но при длительном приеме чистых кальциевых препаратов, если вдруг у вас метаболизм в организме немного нарушен, могут образоваться камни. Как сделать так, чтобы в организме не было таких вот ненужных нам ситуаций? Уже давно в медицине известен как бы такая комбинация, когда применяются не чисто кальциевые препараты, а препараты кальциомагниевые. Магний в составе препарата он очень плохо осаждается, он вообще достаточно растворимые соединения образует, он не дает кальцию тоже откладываться. То есть содержание кальция магния повышается, для чего пьется препарат, чтобы побольше было кальция магния, но при этом нет побочного действия в виде отложения осадков. Это очень важно. И вот таких препаратов было где-то только одна четверть. То есть одна четверть аптечных препаратов имеет и кальций, и магний в своем составе. Дальше. Если вы внимательно поизучаете лекции Додали, профессора, который сейчас читает нам лекции, он будет наверняка рассказывать и про пробаланс, очень важно соотношение, очень важно соотношение кальция к магнию. Это соотношение, оно приблизительно 1 к 1,8, 1 к 2, там оно более точное, но такое приблизительное. Так вот, у нас в пробалансе вот это соотношение, оно идеально. И третье, чем мы сильно-сильно отличаемся. Мы нашли для нашего пробаланса несколько аналогов. Тоже хорошие препараты, но чем глобально отличаются дальше? Вот посмотрите, на нашем пробалансе написано, что за день прием 12 таблеток. Написано 3 раза по 4 таблетки. 12 таблеток. Вот смотрите, вы человеку предлагаете одну таблеточку, как делают большинство производителей, а мы предлагаем 12. Для первого взгляда у человека реально возникает шок. Такое количество пить? Да, такое количество. Почему? Почему? Давно уже доказано. Вот посмотрите на график, это один из работ, мы сделали с пробалансом 5 научных работ, была четвертая, предпоследняя. На этом графике мы смоделировали, в эксперименте, не в графике, конечно, в эксперименте мы смоделировали желудочный сок, у него PH полтора. Это вот график зависимости PH от количества таблеток. По вертикальной это PH, по горизонтали это число таблеток. Найдите, где число таблеток равно нулю. Нашли все на графике? И вот получается PH чистого желудочного сока полтора. Дальше мы начали добавлять по одной таблеточке пробаланса. Посмотрите, добавили одну таблеточку пробаланса и PH желудочного сока с пробалансом стало где-то 2 с небольшим, 2 и 3 где-то вот так по графику. Дальше мы добавили две таблеточки пробаланса и посмотрите, PH поднялось аж до 6. Вот она максимально эффективная дозировка однократная. Я уже об этом много раз говорила. Две таблетки пробаланса через час после еды запивая стаканом воды. Дальше три таблеточки пробаланса добавляем, PH поднимается где-то до 6,5. Четыре таблеточки пробаланса добавляем, PH поднимается где-то до 7,2-7,3. А дальше принятие 5,6,7,8,9,10,11,12 таблеток это фактически в медицине называется горизонталь. Принципиального различия организм не видит. Вы пыли одновременно 5 таблеток или 12 для защелачивания, для нейтрализации кислоты больше 4 таблеток однократно. Для защелачивания услышьте. Для нейтрализации кислоты, для помощи организму в этом более 4 таблеток однократно принимать не рекомендуется. Почему на упаковке написано 4 таблетки? Потому что если мы проведем горизонталь через точки от 5 до 12 и если проведем прямую линию через точки от 0 до 4,5 мы получим точку пересечения, которая приблизительно и будет в районе этой зеленой точки. То есть что такое зеленая точка или 4 таблетки пробаланса за один прием? Это рекомендованная фармацевтическая норма для принятия препарата, которая максимально эффективна. Таким образом высчитываются нормативы по любым препаратам. теперь смотрите. Если вдруг нам захотелось однократно выпить не 4 таблетки, а 12, ну предположим, не знаю по какой причине захотелось, мы никогда не навредим организму, потому что большее, чем 4 таблетки, это не влияет на PH. Но когда мы можем это делать? Пробаланс великолепный адсорбент. И если вдруг вы реально отравились, у вас очень высокая температура, у вас есть симптомы простудного заболевания, то есть большое количество вирусов, бактерий какие-то попали к вам, то адсорбент пробаланс будет великолепен в этом случае. И вот тогда мы можем выпить пробаланса и 12, и 6, и 8, как вы захотите, с большим количеством воды. Теперь смотрите, как производят все фармацевтические компании мира. Они не дробят дневную норму на 12 таблеток. Они прессуют одну таблетку. То есть получается, вот как будто бы все 12 таблеток спрессованы в одну, и вы всегда пьете 12. Вы выпили одну таблетку, а на самом деле вы 12 наших пробалансов выпили. Я не знаю, с какой целью это делается, вот, потому что можно меньшими дозировками пробаланса, его дроблением получить лучший результат. Услышали меня? То есть, чем сильнее мы будем дробить пробаланс, тем результат будет лучше. Вот, так, это вот сколько пить за один прием. Значит, если это все-таки пожилой человек или ребенок, я рекомендую прямо одну таблеточку, то есть, это 1-12 дневной нормы, совсем немножко вообще. Вот, если это активный человек от 2-х до 4-х однократно, вот, если мы вдруг заболели, я уже объясняла, если вдруг, например, перетренировались в спортзале, вот, то тогда можно однократно пить больше. Вот, на крупных мероприятиях в Германии у партнеров, которые уже давно лэр, вот, к сожалению, вот сейчас нет такого, да, возможности, мы все сидим по домам, но такие мероприятия абсолютно точно будут, когда компания очень щедро накрывает та часть зала, которая отвечает за фуршет, и можно и пить какие-то напитки, и спиртные в том числе, и если вдруг кто-то, ну, чуть больше выпил, чем ему хочется, он просто идет в номер, берет стакан, высыпает туда 12 таблеток пробаланса, все выпивает, через час вы как огурчик. То есть, на самом деле, большое количество пробаланса, употребляемое однократно, оно выступает от сорбента. Вот. Так, идем дальше, там у меня еще есть картиночки, чтобы мы это все закрепили. Значит, сколько всего пить в день? Вопросы часто задают. Когда пить? Во время еды или после еды? Чем запивать? Вот эти три вопроса у меня на слайде есть ответы, можете там смотреть их, искать. Вот, как в лабиринте, как в детском кроссворде. Значит, еще раз, моя точка зрения, сколько всего пить в день? Это зависит от многих параметров. Если вы молодой, здоровый, активный мужчина, 12 таблеток в день. Если вы молодой, здоровый, активный мужчина, 2 метра ростом, 24 таблетки в день. Помните, при росте 2 метра и выше даже в армии дают двойную норму. Если вы молодая, хрупкая девушка, вам может быть достаточно и 4. Если вы опытная девушка и вам 60 плюс, опытная вы очень, у вас уже вопросы с косточками, вы хотите сделать профилактику остеопороза, это очень важно, это очень нужно. Попробуйте 6 таблеточек, например, 3 раза по 2. Но вы должны сами почувствовать, это же не лекарственный препарат и не инъекция, то есть вы должны сами почувствовать по своему самочувствию, как вам комфортно. Дальше, когда пить? Во время еды или после еды? Немцы очень пунктуальны. Они считают, что кальций магний, входящий в состав пробаланса, это просто та часть кальций магний, которую мы не можем получить с едой. Ну, не хватает нам в еде кальция магний. Ну, невозможно съесть 2,5 килограмма творога в день, но это невозможно. Ну, правда, невозможно. А в той количестве творога, который мы едим, 100 грамм, да там кальция фактически нет. Понятно, если вы туда еще семечек положите, еще орешков туда положите, да, будет побольше. Или если вы рыбу хорошую съедите, которая приготовлена с кишками, я уже об этом говорила, а потом ее почистите и съедите без кишков, конечно, да, там больше кальция, но это тоже невозможно есть в таких количествах. Поэтому на упаковке написано, во время еды, как будто бы вы в свою еду добавляете кальций и магний. Когда я лично пью, так как сразу после еды я пью омегу, и все, у кого сердечно-сосудистые вопросы есть, у меня генетически гипертония, у мамы была очень высокая, и, соответственно, у меня она тоже, поэтому я всегда пью омегу, омегу я пью сразу после еды, а омега с пробалансом антагонисты, они уменьшают эффективность друг друга. Их надо разводить хотя бы на 40-60 минут. Поэтому что я делаю, так как я после еды пью сразу омегу, только через 40-60 минут, или через час, или через полтора, я пью воду с пробалансом. Вот так я делаю, потому что я пью омегу. Чем запивать? Запивать лучше либо водой с лимоном, либо просто чистой водой. Если по каким-то причинам вы не можете, например, бабушка, но не может пить чистую воду, бывают такие ситуации, предложите ей чай herbal fasting, но только не черный чай. Когда черный чай с черным чаем запивается пробаланс, там образуются такие нерастворимые соединения и наш кальций замечательный в хелатной форме сделанный, он не усваивается. То есть пробаланс черным чаем запивать никак, кофе запивать тоже никак. Я надеюсь, я на эти вопросы ответила. Какие преимущества нашего пробаланса от ЛР? Возможность сдрабления дневной дозы и повышения эффективности при ацидозах. Подбор своей индивидуальной дозировки с помощью тест-полосок PH, которые продаются отдельно и используются на определении достаточно полуодной полосочки, собрать на нее три капельки утренней мочи и посмотреть, как окрасилась эта полосочка, поднести к шкале и увидеть результат. Значит, сразу по биологической жидкости моча. Значит, норма в России, норма мочи в России PH от 4,5 до 7. От 4,5 до 7. Норма PH мочи в Германии 6,4 6,8. Поэтому, вы знаете, ну вот, конечно, очень хорошо, если показания будут где-то раз в месяц вы будете измерять, если показания будут 6,4 6,8. Вы будете себя хорошо ощущать, у вас чистая кожа, этому показанию можно верить. Я уже многократно объясняла, что если у человека есть кожные болезни и почки не срабатывают, они не сбрасывают кислоты, как это должно быть, вот лишние кислоты у нас, помните, мы выдыхаем и почки тоже у нас их сбрасывают. Так вот, если у человека кожные болезни, вы можете померить PH, PH у него будет близко к семерке и это очень плохо. Почему? Потому что если PH 7,7,2 и человек при этом имеет кожные вопросы, это означает, что у него плохо срабатывают почки. И вся кислота, которая должна сбрасываться почками, она пытается выйти через кожу, поэтому на коже возникают какие-то вопросы. Поэтому показатель PH это только один из диагностических показателей вашего здоровья. если у вас кожа идеально чистая, если вы чувствуете себя хорошо, тогда этому показателю реально можно верить. Значит, на моем опыте те люди, у которых есть вопросы с заболеваниями кожи, когда они в профилактических целях начинают принимать пробаланс, у них PH уменьшается, уменьшается до 5. И кому-то кажется это страшно, а я считаю, что это замечательно. Почему? Потому что когда человек с какими-то вопросами имеет пониженное PH мочи, это означает, что через мочу начинают сбрасываться те кислоты, которые должны, и почки начинают у человека лучше работать. И это замечательно. Дайте время, не торопитесь, потихонечку поднимая дозу пробаланса, вы можете добиться того, что кожные по кругу будут красивые, чистые, что вы будете хорошо себя чувствовать, и PH у вас будет в норме. Я знаю, что у нас в командах ЛР есть очень много докторов. У докторов есть еще один такой способ, когда они измеряют, например, раз в неделю PH мочи, и если 4 недели, 4 недели подряд у вас PH держится на уровне 6,4-6,8, это замечательно, можно сделать по пробалансу перерыв. Делайте по пробалансу перерыв на месяц. Потом опять померите через месяц PH мочи, вы очень удивитесь, оно опять будет 5. Организм очень быстро, да, то есть, если вы ему не помогаете, ему все равно жить хочется, он тоже быстренько начинает опять сбрасывать все это туда. Так, я думаю, понятно, с помощью тест-полосок как все делать. Некоторые считают, что можно с помощью тест-полосок определить PH слюны. Да, это верно, но дело в том, что PH слюны очень сильно вариабельно, то есть, очень сильно по PH разбросано. Если вы очень хотите кушать, то все равно происходит заброс желудочного сока, и вам прямо это чувствуется даже в полости рта, что вы хотите есть. И PH очень сильно кислая. Если вы только что поели, и, например, там, ну, условно, запили чаем с лимоном, и у вас лимон еще остался в полости рта, вы померяете PH, у вас опять будет оно кисло. Ну, то есть, я считаю, что PH утренней мочи это более правильный диагностический параметр, чем PH слюны. Но можете потренироваться для интереса, попить, померить PH слюны, лизнуть бумажку, вот, дальше попить пробаланс, лизнуть бумажку и сравнить PH. Ну, такие легкие тесты мы делаем со студентами первого курса. Вот, когда они тоже что-то такое делают, и потом, значит, каждый вижет свою бумажку, новенькую бумажку все время берем, да, ее достаточно несколько капель, чтобы она окрасилась, и смотрим. Пожалуйста, можете потренироваться, можете опыт такой даже сделать с детишками, это безопасно. Вот, такая будет домашняя химия. Значит, дальше, чем очень необычен наш пробаланс, значит, у него очень высокая эффективность при аниме. За счет чего? Там есть медь, а медь является катализатором для того, чтобы ваш организм из еды всосал железо. Вот, и поэтому девушки, у которых пониженный гемоглобин, кроме того, что им обязательно выписывают или рекомендуют нашу Северу, рекомендует наш Майдмастер, где написано прямо железо, вот, где написано прямо за счет чего оно будет, вот, дополнение про баланс, потому что он тоже поможет. Почему невозможно само железо комплекс сюда положить? Потому что у нас про баланс содержит в основном щелочные минералы, кальций, магний, калий, натрий, то есть они все-таки более защелачивают организм. Медь там содержится в минимальных дозировках, чтобы, это микроэлемент, для того, чтобы только помочь ферментации, то есть медь входит в составе белковых комплексов, хилатных, в качестве ферментов и катализирует некоторые процессы. Дальше. Почему про баланс вводит в состав программы «Мое здоровое тело», «Боди Мишин» и других программ, которые есть по коррекции веса? Потому что там содержится хром, то есть сам хром, он регулирует аппетит, это раз, и во-вторых, про баланс, принимаемый в больших дозировках, помните, служит адсорбентом. А если начинает разлагаться жировая ткань, то вот как раз-таки для того, чтобы не отравиться собственными токсинами, для того, чтобы при коррекции веса не болела голова, мы принимаем про баланс и очень комфортно себя чувствуем. Для кого создан про баланс? Для возраста от 5 лет, когда человечек уже может выпить таблеточку. И вот та картинка, когда мы можем про баланс принимать. Ну, во-первых, это молодые, здоровые, энергичные люди, занимающиеся спортом, активно ведущие образ жизни, у которых активный метаболизм. Вот, соответственно, фабрика внутренняя работает очень энергично, много кислоты вырабатывает. Вот, самое то. Я знаю, что у нас есть партнерская партнеры, которые занимаются профессионально бегом, бегают на марафонские и полумарафонские дистанции. Я знаю, что им очень помогает про баланс и вода, потому что во время серьезных нагрузок, вы знаете, все, да, выделяется пот, и пот, к сожалению, всегда кислый, потому что это кислота, и использование в это время про баланса с водой очень сильно помогает, то есть мышцы не забиваются молочной кислотой, и вообще организм как бы здоров. Дальше. Веткам обязательно в период активного роста, женщинам в период менопаузы и после, потому что у женщин скелет напоминает просто губку, вот, и это очень важно, кальций не так быстро восстанавливается внутрь, поэтому как-то надо заблаговременно, профилактически это вещам предусматривать. конечно, это очень хороший комплекс для того, чтобы предотвратить, сделать профилактику хрупкости нашего позвоночника, и очень-очень важно, сейчас вот скоро нас уже почти выпустят, да, и, конечно, наши пенсионеры побегут, и, ну, другие люди активные побегут им тоже помогать в сады, огороды, это, соответственно, работа в наклон, это работа на коленках, вот как нарисовано, да, в приседе, да, тем более за оставшееся время наши пенсионеры постараются собрать хороший урожай и посадить его и удобрить так, чтобы все было, поэтому пробалансом тоже поможет. И, наконец, пробаланс очень важен вместе с зубной пастой микросильвер, вместо зубной пасты микросильвер, он очень важен в настоящее время. Значит, почему? Потому что они создают и тот, и другое не создают в полости рта запас минералов в слюне и называется минерализующая функция слюны. И вот за счет минерализующей функции слюны, во-первых, будет поддерживаться такая противомикробная защита в полости, это первое, рта. Во-вторых, если, например, пробаланс системно принимать и чистить зубы зубной пастой микросильвер, то она за счет металлического серебра, который входит в ее состав, дополнительно будет как бы обеззараживать. И в-третьих, за счет минералов, которые там содержатся, возможно, внедрение вот этих кусочков в маленькие трещинки зубной эмали. вот, но я уже говорила, для того, чтобы гидроксиапатит и фторапатит из нашей зубной пасты микросильвер проник в сами зубы и восстановил структуру зуба, вот, зубную пасту микросильвер нужно держать в полости рта около пяти минут. И напоминаю, что зубная паста микросильвер обязательно нуждается в пробалансе внутрь, потому что это сложные очень процессы, то есть кальция должно быть достаточно, чтобы он из зубной эмали не вымывался. Так, я думаю, что мы пробаланс разобрали. Запишите себе те вопросы, которые у вас еще остались, я постаралась все вопросы вообще осветить, вот, а мы идем дальше. Второй продукт Probiotic Pro12. Что такое пробиотики? Это дружелюбные бактерии, живые, различных видов, стоят на первой линии обороны, поддерживают становление нашей иммунной системы, размещаются на поверхности кишечника, препятствуют патогенной флоре, атаков нам изнутри, вот, и пробиотики могут способствовать нормализации уровня сахара крови, улучшают аппетит, восстанавливают организм после болезни, обладают многими другими полезными свойствами. Значит, я не буду рассказывать, как, из чего создан иммунитет, это вы уже великолепно все разобрали, вот, на лекциях доктора посредственно гастроэнтеролога, да, Елены Дерябиной, вот, и почему и для чего это все нужно, вам рассказал еще профессор Додолин. Я построю немножко свой рассказ по-другому. Смотрите, я всего лишь химик, и я, к сожалению, не гастроэнтеролог, ну, или к радости, не знаю. В общем, я не могу вам так объяснить, вот, но что я сделала? Я сделала стандартную научную работу, которая была бы, вот, ну, в любом случае уместна. Значит, у нас в ПРО-12 есть 12 штаммов. Первое, что я сделала, это разобрала, что есть каждый штамм, для чего он вообще нужен, что он дает, потому что тогда будет понятно, о чем вообще может идти речь, в принципе. И вот вам с удовольствием расскажу. 12 штаммов, там есть бифидобактерии, лактобактерии и еще другие. Вот, я их буду просто нумеровать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, название написано на слайдах, пожалуйста. Вот бифидобактерия лонгу, значит, ну или номер 1. Значит, смотрите, это естественные бактерии, которые населяют желудочно-кишечный тракт, оказывая нормализующее действие на количественный и качественный состав микрофлоры кишечника, обладает высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, стимулирует местное кишечное звено иммунитета, вам об этом говорили, иммуноглобулин А, дальше, синтез энтерферона, вам об этом тоже говорили, дальше, положительно действует на состояние пищеварительной функции толстого тонкого кишечника и также помогает при брожении и явлении метеоризма. так, всем понятно, ставим единичку плюс, единичку плюс, если всем понятно, и соответственно можете фотографировать, потому что оно очень необычно, вот, то есть вот такая бифидобактерия может быть в чистом виде, у нас она в составе множества-множества других бактерий, я иду дальше. Дальше. Брева, бифидобактерия Брева. Смотрите, разбираем вторую. Хорошо, единичку разобрали, давайте двоечку. Смотрите, для чего она активно ферментирует углеводы, а углеводы это получается все овощи, все фрукты, макароны, хлеб, вот это все, все, что углеводное мы едим с образованием уксусной и молочной кислоты, синтезирует витамины, о чем говорила Елена нам, о том, что вот эти вот бактерии, они участвуют в синтезе собственных витаминов, полисахариды, стимулируют и улучшают иммунитет, подавляют развитие патогенной и условно патогенной микрофлоры, способствуют улучшению пищеварения, поддерживают функцию толстого кишечника, облегчают запоры, уменьшают метеоризм, вздутие живота и диарео. Тоже, если понятно, фотографируем это с данной и пишем двоечка с плюсиком, двоечка с плюсиком, что эти данные понятны. Пока вы пишете, значит, еще раз напоминаю, значит, каждая отдельно взятая бактерия называется штамм, ну, или вид по-русски. И если мы берем фармацевтические препараты аптечные, то, как правило, они содержат один, два или три штамма, если они детские, или два, три, четыре штамма, если они взрослые. Максимальное количество штаммов, которые есть в аптеке, это препарат из девяти штаммов. В нашем случае их двенадцать. То есть, на самом деле, мы уже давно не пробиотик, мы уже давно комбинированный препарат, потому что у нас только пять видов одних бактерий, пять видов других бактерий, еще вид третьих бактерий, то есть, их вообще огромное количество. Мы уже давно должны называться комбиотики. Ну, вот есть такое название у нас про-12, то есть, 12 пробиотиков, вот так, отдельных. Так, хорошо, я поняла, что понятно, сфотографировали. Смотрим третье. Так, бифидобактерия называется бифиду. Посмотрите, как много у нее показателей. Профилактика и лечение дисбактериоза желудочно-кишечного тракта, язвы, панкреатит, холецистит, гепатит, аллергии. При назначении гормонов и антибиотиков, при острых кишечных инфекциях и пищевых инфекциях, при хронических запорах или поносах на фоне длительной антибактериальной терапии, при коррекции микробиоциноза, до и после операции на кишечнике поджелудочной железе и печени. Профилактика госпитальной инфекции и дисбактериоза у пациентов, часто бореющим острыми респираторными вирусными заболеваниями. Дальше. Острые хронические воспаления ура генитального тракта. Для профилактики и лечения дисбактериоза влагалища при подготовке к плановым операциям имеется в виду гинекология. Вот там выше были другие, а здесь еще при операциях плановых по гинекологии. Пожалуйста, фотографируем, пишем троечку с плюсиком, если понятно. Очень необычно для меня, что такое количество абсолютно разных показателей, посмотрите, и желудочно-кишечный тракт, и иммунитет, и подготовка к операциям, и получается гинекология, и вообще, ну, очень-очень много позиций. Вот. Так, хорошо, идем дальше. Дальше. Лонгум инфантис. Это такие бактерии, которые инфантис детский называются. Вот их очень часто выписывают в чистом виде деткам. Значит, это молочно-кислые бактерии, которые могут жить в отсутствии кислорода. Это первые бактерии, которыми заселяется кишечник ребенка. Отвечает за иммунитет, правильную работу внутренних органов. Если все в порядке, то ребенку передается через молоко. Отвечает за, посмотрите, чистоту инфекционных и аллергических болезней в будущем. То есть, смотрите, когда все хорошо, когда все хорошо, то сама мама, сама мама является фабрикой по выпуску вот этих вот бактерий. И она через молоко ребенка, если она вскармливает до года или до полутора, она ему передает это все. И в будущем он относительно здоров. Но если так не произошло, если так не произошло, то это тоже будет назначаться. Так, пожалуйста, кому 4 с плюсиком понятно, пишем 4 с плюсиком и идем дальше. Жду ваши 4 с плюсиком. Такая детская бифидобактерия. 4 с плюсиком есть, значит, понятно, идем дальше. Все сфотографировали, если кому-то надо будет, вот у вас будет готовая прямо информация. Дальше. Пятый. Смотрите, бифидобактерия тоже лактис. Увеличивает противоопухолевую активность, улучшает общий пищеварительный комфорт, уменьшает непереносимость лактозы. Сразу вспоминайте, ведь есть люди, которые вообще молочные продукты переносить не могут, это оказывается вот для этого. Дальше. Нормализует перистальтику кишечника, уменьшение запоров, лечение острой диареи, борется с кариесом. Смотрите, как интересно, в полости рта работают. Уменьшает чистоту и тяжесть респираторных заболеваний. Вот дальше очень-очень важно. Повышение иммунитета у пожилых людей, укрепление иммунной системы, уменьшение простуд и гриппа. То есть, это вот как раз по сегодняшнему обстоятельству. Уменьшение аллергии и воспалений, управление диабетом, управление холестерином. Пожалуйста, фотографируйте, жду ваши 5 с плюсиком по этой бифидобактерии лактис. И с бифидобактериями мы закончили, сейчас будем лактобактерии разбирать. Все, вижу, что вы увидели. Хорошо, все сфотографировали, кому это надо. Пошли на лактобактерии. Только 5 бифидобактерий, сейчас пойдут лактобактерии. Для нас это 6-я бактерия, которая входит в состав нашего пробиотика. Значит, участвует в формировании системной и местной иммунной сопротивляемости организма пожилого человека. То есть, вот прямо конкретно. Дальше. Образуют ассоциации со слизистой оболочкой кишечника, взаимодействуют с эпителиальными и иммунокомпетентными клетками. Активируют механизмы иммунных ответов, стимулируют иммунную систему. И особенно важны в период реабилитации или же в период эпидемии. Пожалуйста, сфотографируйте, это очень важная информация. Я от вас жду шесть плюсиков и разбираем дальше. То есть, на абсолютно разные звены иммунитета для разных людей. Особо важно для пожилых людей. Да, запись, наверное, будет. Ага, все, шесть плюсиков пошло. Так, идем дальше. Седьмая бактерия лактобактерия Козеи. Названа она так, потому что она работает очень хорошо с молочными продуктами, а там есть белок Козеи. Это специфика такая молока, имеющая белок Козеи. Посмотрите, как необычно. Для чего она? Это нормальная флора ротовой полости, кишечника, вульфы и влагалища. Стимулирует механизмы защиты организма человека, в том числе увеличение скорости регенерации слизистых оболочек. Влияет на синтез антител к родственным, но обладающим патогенными свойствами микроорганизмов. Активирует фагоцитоз, в том числе синтез лизоцима, интерферона, цитокина. Вот это вещь, о которой говорила Елена Дерябина. Смотрите, то есть вот у организма, у нашего нет защиты от тех вирусов новых, которые сейчас есть. Ну, не болели мы, может быть, этими вирусами никогда. Мы сами не знаем, болели мы этими вирусами, не болели, никто нас не проверял никогда на эти вирусы. Вот, и эти вирусы, эти вирусы, они могут маскироваться под, ну, условно говоря, какие-то родные. Так вот, эта бактерия, она их распознает. Так, попроще. Дальше, смотрите, поддержание кислотности толстой кишки на уровне 5,5-5,6 и где используется в промышленности, используется для диетического натурального йогурта, живой йогурт, специально вот эта бактерия прямо в молоко запускается. Вот, кому понятно, ставим 7 плюсик, фотографируем и идем дальше. Жду ваших 7 плюсик. Так, хорошо, 7 плюсик вижу. Восьмая, тоже лактобактерия, паракозии. по большому счету, некоторые пишут, что это один класс козеиновых вот этих лактобактерий, вот, но назван штамп по-другому. Смотрите, это тоже нормальная фавора ротовой полости кишечника, характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию среды желудка и кишечника, обеспечивает защиту эпидуальных клеток человека и является частью нормальной микробиоты и проявляет свойства пробиотика при иммунологических эффектах. То есть выписывается отдельно, выписывается отдельно, когда человеку нужен пробиотик для того, чтобы ну, как бы нейтрализовать какие-то воздействия и улучшить состояние иммунитета с желудка кишечника. Вот. Кому понятно, тоже цифра К8 с плюсиком. Такая более скромная лактобактерия по показаниям, что она делает. Вот. Ну, просто вот нормальная бактерия, которая должна быть. Жду вашего с плюсиком. Так, есть 8 с плюсиком. Так. Девятое. Вот здесь очень-очень большие показания. Тоже лактобактерия. Фомносис, фомносус даже. Значит, посмотрите, какие у нее показания. Помогает уменьшить вес, бороться с ожирением, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает показания печени у детей, снижает инсулино-резистентность, снижает уровень холестерина в крови, уменьшает содержание жира в печени. Вот кто-то меня спрашивал, вот прямо вспоминайте, у кого были такие вопросы, что у человека повышенное содержание жира в печени, что ему порекомендовать из наших продуктов. Вот. И понимаете, а тут прямо прописано, что ему порекомендовать. Дальше. Имеет антидиабетический эффект, защищает воздействие организма от воздействия алкоголя, уменьшает интенсивность диареи при вирусных инфекциях и симптонов гастроэнтерита у детей, способствует заживлению язв, уменьшает уровень бактерий, вызывающих кариес, противодействует плевмококковой инфекции. Вот это очень-очень важно, потому что вот сейчас да, вот этот вот осложнение в виде инфекционного пневмонии, это вот отсюда как раз, да, вот это вот защищает. Дальше. Положительный эффект для предупреждения астмы и пищевой аллергии предотвращает возникновение угрей прищей для беременных бактерий способствует нормализации баланса микрофлоры, в свою очередь снижает риск появления депрессии и тревоги в послеродовом периоде. Вы знаете, ну, когда я это готовила, со мной лично был шок, потому что фотографируйте, пока пишите девяточки с плюсиком, потому что я не предполагала, что какие-то маленькие бактерии обладают таким свойством. Я, правда, не предполагала. Я была в прошлом году на обучении у профессора Додали, это было на Байкале, на Байкале, очень надеемся, что и в этом году такая тоже конференция будет, и вот там он нам начинал рассказывать про то, как вот очень важно влияют эти лактобактерии, но время нам там просто не позволило полностью все это разобрать. Так, идем дальше. Последняя лактобактерия, по-моему, она последняя, нет, еще не последняя, предпоследняя. Так, ацидофилус, лактобактерия, которая является нормальной микрофлорой в полости рта, в толстом кишке, влагалище, в желудке, в тонком кишечнике, они фактически отсутствуют. Дальше. Улучшает переносимость антибиотиков. Основная функция, если это во влагалище, поддерживать кислую среду и подавить там условно-патогенные организмы и их рост. Вот, фотографируйте, вот такая ацидофилус бактерия. Ну, видимо, бактерия, которая производит правильную кислоту. В некоторых случаях это тоже очень важно. фотографируем, пишем мне десяточку с плюсом и идем дальше. Все, есть уже десяточки с плюсом. Так, одиннадцатая бактерия, такая веселая. Вот, мы как будто бы попадаем в Болгарию с вами. Называется болгарская палочка или лактобактерия булгарис. В Болгарии используется так называемое кисело-млеко или мляко, они говорят. Вот, кто был в Болгарии, у них очень вкусно кисломолочные продукты. Они берут только натуральное молоко и закваску вот в виде болгарской палочки. Отсюда и название. Вот, значит, это кислотостойкая бактерия. Помогает нам в ферментации и усвоении молочных продуктов, помогает избежать расстройств пищеварения, заболеваний желудочно-кишечного тракта и помощь при частых острораспираторных инфекциях и при приеме антибиотиков. Пожалуйста, фотографируем и я сразу хочу ответить вот на такой вопрос. Смотрите, получается, несколько вот этих лактобактерий, они добавляются, соответственно, в молочные продукты для того, чтобы их произвести. Вот еще будет 12-я бактерия, она тоже для этого же используется. Вот, вопрос. Может быть, нам не пить пробиотик, а может быть, нам просто пойти купить натуральный йогурт? Вот, значит, ответ какой? Натуральный йогурт, конечно, полезно пить, если вы его пьете, замечательно, если у вас хорошо молочное усваивается, пейте дальше. Но, все речь идет о титре, о количестве. То есть, то количество кисломолочных бактерий, которые в обычном кефире, в обычном там, ряженке, в сметане, ну, в кисломолочных продуктах, вот, оно очень-очень маленькое, к сожалению. Вот, то количество, которое у нас, оно соответствует уже даже не биологически активной добавке, а концентрации лечебного препарата. Поэтому, вот, тут выбирайте вам. Конечно, просто йогуртом ситуацию не исправить с иммунитетом. Так, 12-я, последняя бактерия. Это еще третий вид бактерий. Стрептококус термофилус. Красивое у нее название. Посмотрите, относится к группе молочно-кислых бактерий, которые сбраживают углеводороды с образования молочной кислоты. Благодаря этому свойству широко применяется в пищевой промышленности для изготовления ряженки, йогурта, варенца, сметаны, сыра, моцареллы и других сыров. Используется при профилактике энтероколита у недоношенных новорожденных. Используется при профилактике антибиотика ассоциированного диарея. У поноса, проще говоря, у взрослых и детей. Дальше. Обязательно применяется при диарее или же при рвоте, при лечении онкологических больных, при радиационной терапии. И в целях улучшения перевариваемости лактозы. Потому что есть детки, у которых лактоза не переваривается, им отдельно выписывается вот такой штамм. Итого 12. Ставим 12+, сфотографируем эту 12 штамм. Сами разбирайтесь, очень интересная информация. То есть там можно найти очень много полезного, для чего это все нужно. И мы будем заканчивать. Значит, чем еще, кроме того, что у нас 12 различных полезных бактерий разных видов, чем еще хорош препарат PRO12? Тем, что у нас используется двойная микроинкапсуляция. Значит, в чем заключается? Желудочный сок среда достаточно агрессивная. Помните, я говорила, PH у него в норме около полутора. Вот. И попадая в желудочный сок, он как бы так обрабатывает все продукты, чтобы они дальше пошли и были для нас безопасны. Это очень-очень важно, это замечательное свойство желудочного сока. Вот. Значит, теперь посмотрите, по вертикальной оси тут написано, ну, видимо, штаммов, то есть то количество стопроцентное, вот видите, которое вообще существует вот в самом препарате. А по горизонтали отмечено количество часов. Так вот, обычные препараты за час нахождения в желудке, к сожалению, до нуля содержание вот этих штаммов падает. А шансов, как бы, мы же не можем, условно говоря, залезть в желудок и вытряхнуть из эту капсулу, из желудка, там, через 20 минут и переместить ее в кишечник. Мы не знаем, когда она там. Так вот, значит, опыты, которые были сделаны клинически, доказаны, показали, что, смотрите, содержание нашего вот синенькая, синенькая линия, даже через 3 часа нахождения в желудке, но предположим, вы, допустим, там у вас что-то еще переваривалось и вы на ночь выпили эту капсулу. Значит, вот даже через 3 часа переваривания в желудке остается где-то 30%. Это очень большое содержание, оно дальше пойдет в кишечник. Вот, поэтому не просто капсулка в одиночной оболочке, она капсулка и сверху еще капсулка. Вот, но это достаточно сложная такая вот система, вот, и очень хорошо, что она у нас есть. То есть, даже если вы даете детям, детям ни в коем случае тоже ни капсулу не распиливаем, ни как не делим, а на маленькой глотаем капсулу, не жуем ее. Значит, кроме того, что у нас двойная микроэнкапсуляция, напоминаю, 12 штаммов, то есть, фактически, это комбиотик, вот, мало того, очень большой титр, очень большое содержание, 1 миллиард бактерий. Дальше, для того, чтобы эти бактерии, когда они все-таки в кишечник попадут, значит, у нас попадают, судя по графику, процентов 30 только от той капсулы, которую мы выпьем. Вот, значит, через 3 часа оно будет в кишечнике и там, значит, начнет работать. Вот, значит, для того, чтобы этим бактериям было что есть, туда помещен пребиотик. пребиотик, фрукта олидосахарид, его небольшое количество, пребиотика, небольшое количество, его мало. Хватит на первый момент, чтобы этим бактериям можно было работать, потому что они пришли в кишечник работать, а той едой, которая есть в кишечнике, они не питаются. Они питаются, вот, нерастворимыми волокнами. Поэтому, помним, у нас еще, кроме этого, есть нормальный пребиотик, называется, файбербуст. То есть, вот сейчас очень важно сочетание пробиотика и файбербуст. Это будет еще более сильный эффект. Вот. И этот состав у нас запатентован. Значит, когда принимать, здесь мнения расходятся. Значит, я еще раз говорю, не доктор-гастроэнтеролог, я смотрю на рекомендации компании. Компания рекомендует принимать одну капсулу с водой, ни в коем случае, не с молочными продуктами, просто с чистой водой. На ночь вода должна быть в комнатной температуре или слегка прохладная. Что это подразумевает? Это подразумевает, что у вас желательно, чтобы в желудке молочного не было. То есть, понимаете, вот у некоторых есть такая традиция. Она, кстати, неплохая эта традиция. Например, на ночь пить стакан кефира или стакан ряженки. Так вот, эта традиция отпадает, если вы пьете на ночь пробиотик. Специально просят, не принимать молочное. То есть, даже если вы за час до пробиотика выпьете, шанса, что там все молочное ушло из желудка, нет. То есть, понимаете, если мы пьем на ночь пробиотик, значит, хотя бы 2-3 часа до этого мы не принимаем молочное. Если, например, вы ужинали пейте в 6 и в 10, пожалуйста, пейте в эту капсулу или хотя бы в 7 ужинайте, пейте эту капсулу. Вот. Профессор Додели о чем нам говорит? Что можно, в принципе, если вы не хотите употреблять молочное в данный момент, пить за час или минут за 40 до завтрака и до обеда. Пожалуйста. Но опять же, чтобы не было молочного. Поэтому вот вы внимательно посмотрите свой рацион. Почему я это говорю? Вот я для себя. Мы, например, на ночь можем выпить коктейль на молоке или на кефире из протеина или можем выпить маленькую порцию коктейля с пребиотиком, с нашим файбергуст. Делаем его тоже на молоке. И сейчас для меня вопрос, да, то есть мы как делали? Мы делали до пробиотика, мы делали день, мы пили на ночь протеин, день мы пили на ночь файбергуст. А теперь непротеин и файбергуст не совместим на молоке с пробиотиком. Поэтому надо подумать. Надо подумать, как вот это сделать, чтобы мы получили и про, и перебиотик. Все грамотные люди, я думаю, каждый может с этим разобраться. И, соответственно, грамотно рекомендовать клиентам, партнерам. Какой гель лучше подходит? Однозначно, для желудочно-кишечного тракта лучше подходит гель персик. Вот. Это абсолютно точно. Если вы в данный момент пьете какой-то другой гель, пожалуйста, пейте. Никаких противопоказаний для принятия другого геля нет. Но глобальная ситуация такая. То есть наш пробиотик с гелем персик, про баланс, который я рассказывала, с гелем мед, капсулы Freedom с гелем Freedom, омега с северой и линия цистус с линией МО. Ну, это специально так сделано, но, пожалуйста, можете добавить сюда еще и пробиотик. помощь в укреплении иммунитета, профилактика болезни это как раз то, что дает здоровье. Это то, чем мы с вами занимаемся, профилактикой, для того, чтобы этого не было. Так, сейчас у нас ответы на вопросы. Я вернусь. Мы, к сожалению, имеем с вами только 5 минут, потому что я задержала на 5 минут. Вот, очень сложно быстро рассказать про эти полезные бактерии. Вот, значит, я сейчас вернусь, посмотрю на ваши вопросы. Потом вебинары в записи будут. Так, начало у нас нет вопросов. Вот, Валентина. Так, сейчас. Так, Мария, а если утром PH слюны померить? Померьте. Мария, померьте, но утром PH слюны сильно кислая. Вот, то есть, я уже всяко пробовала. Можете сделать даже целый эксперимент. Померить прямо вот совсем, вот встали, померили. Пополоскать рот, встали, померили. Потом почистить зубы зубной пастой, алоэ верой. Почему алоэ вера? Потому что она сильно защелачивает. Тоже померите. Вы убедитесь, что у вас PH слюны три разных показания. И совершенно непонятно, чему верить. Вот, но можно прямо самому-самому утреннему PH, может быть. Валентина, если из-за пробаланса сильное вздутие, что делать? Уменьшить дозировку до одной таблетки. Валентина, прямо одну таблеточку. Одну таблеточку. Любовь, если у вас есть вопросы с отложением ионов кальция на стенках сосудов, то пробаланс можно принимать, но дозировка должна быть одна-две таблетки в день. Потому что хилатная форма кальция и магния, она позволяет те отложения, которые на стенках сосудов не нужны и есть, как будто бы забрать. Как будто бы оттуда забрать. Одна-две таблеточки в день разрешено. Та дозировка, которая написана на упаковке, она совсем, я уже объясняла, она для здорового, активного мужчины средних лет. Так, сейчас попробую прочитать. Вопросы. Вопросы в конце вебинара пока не понимаю. брожение кому-то уже заинтересовало. Сейчас я найду все-таки ваши вопросы. Начинающему принимать алоэ вера, что лучше добавить? Про-12 или про баланс? Вы знаете, я уже говорила о том, что в европейских странах есть очень хорошая схема для начала. Очень хорошая схема для начала заключается в следующем. Когда человек пьет персик или мед, алоэ вера, гель, и добавляется туда файбербуст, и добавляется туда пробиотик. То есть получается, что вот алоэ вера файбербуст пробиотик есть и про, и пребиотики, есть очищение желудочно-кишечного тракта. И после того, как нормализован желудочно-кишечный тракт, уже второй этап, вторым этапом они покупают минералы. Вот в Европе так принято. В Европе так. поэтому я бы вам тоже так же рекомендовала. Так, смотрю вопросы. Вопросы. Так, вопросы. Ильшат. Все, что связано с показаниями крови, у нас рекомендован для улучшения состояния крови алоэ вера си вера. Так, ищу вопросы. Тут еще пока 10 плюсиков. О, пошли вопросы. Так, как правильно принимать? Вот задает вопрос Никулина, к сожалению, ни имени написала. А если ребенку не есть капсулы, ее открыть в порошок, в еду высыпать, будет эффект? Вы знаете, не знаю, что вам ответить. Эффект будет очень-очень маленький, но может быть, для ребенка такой маленький эффект и пройдет. Эффект будет, но очень маленький. Потому что вы, получается, все бактерии фактически в желудке сразу нейтрализуете. Вот как мне объясняли, что вообще есть ответы на вопросы, они официально опубликованы на сайте в ответах на вопросы по ПРО-12. Посмотрите, пожалуйста. Там написано, что можно употреблять детям с одного года. Вот. И единственное, что, курс. Какой курс? То есть, если взрослому достаточно курса от двух до четырех недель осенью, весной пробиотики пьются курсом до двух месяцев, то есть два раза в год, весна-осень, то ребенку возможен более маленький курс или по одной капсулке через день. Вот. Или, например, там семь дней всего или там десять дней всего. Но, конечно, лучше бы консультироваться с врачом. Так, здесь я уже отметила. Так, это я ответила. Надежда Белкина вот для тех людей, у которых совершенно неправильный метаболизм по кальцию, для них и создан для профилактики, для того, чтобы чуть им легче стало, чтобы кальций перешел в ту форму, в которая нужна. Для них и создан пробаланс. И вот эта хилатная форма и наличие в пробалансе оксалатов как раз очень-очень важно. По одной-две таблеточки начинать в день. Так. Ольга, для иммунитета какой гель нужен? Для иммунитета нужен тот гель, который вы комфортно будете пить. Если вы никогда ничего не пили, можно начать с персика, потому что основа любого геля одна, алоэ вера. Вот. Если вы очень любите острую кухню, восточную кухню, вы очень хорошо относитесь к гелю имбирь, к продукту имбирь, сразу покупайте иммун плюс. я бы для пожилых людей, для пожилых людей вопрос, как пожилым людям, что все-таки добавлять, я бы рекомендовала все-таки алоэ вера персик и пробиотик, вот наш про 12, потому что и потом файбер густ, вот все их вместе, это будет более правильно. Вот. А когда чуть лучше станет желудочно-кишечным трактом, вы потом подумаете там про кальций, про магний и так далее. Для пожилых людей это более мягкий вариант, более такой щадящий. Так, к сожалению, время наше истекло, я вот сейчас вернусь вот на этот слайд, меня попросили вернуться на этот слайд, еще раз, пожалуйста, смотрите, какой гель к чему подходит. Вот, на сегодня я с вами прощаюсь, желаю всем здоровья, вот, мы встретимся еще с вами на будущих вебинарах, с вами была эксперт компании Татьяна Шерстобитова, вот, подготовьте свои вопросы, возможно, в следующий раз я смогу на них ответить, либо вебинары будут в записи и потихонечку все специалисты на все ваши вопросы ответят. Все, всем-всем до свидания.